друзья приветик доброе утро у нас чудесная погода с утра свежо после вчерашнего дождика так хорошо дышится хочется даже на себя что-то накинуть потому что прохладно такое у меня утро у меня как обычно завтрак на балконе обожаю это дело у меня чаек бутербродик как всегда а еще скорее всего что сегодня я вас возьму с собой на свою прекрасную в кавычках чудесную работу но тем не менее эта работа дает нам возможность здесь жить возможно здесь кушать так что не все так плохо в общем что нам сулит день насущный посмотрим ребят вот как я выгляжу одежда покупала себе сама немножко подкрасилась волосы завязала и мы с вами выходим на работу мы и все спят еще так на работу мне идти добираться учитывая все пробки наверное минуты 3 мы вызываем грифт с 10 этажа вот она я замените зеркало так кто же первый приедет сейчас узнаем приехал тот кто справа хай мы нажимаем ground и поехали смотрите 20 18 этаж 17 16 15 14 да понятно минус два этажа тут потому что двойные этажа мы приехали это мой билдинг но нам не сюда мы сейчас с вами пойдем немножко в другое место офис в северном здании идем по коридорам это коммерческое помещение между зданиями и вот мы уже на месте прекрасное помещение находим нужный ключик и открываем дверку итак после пяти минутки в нашем офисе с нашим боссом мы идем в первую очередь на обход в это место я никогда не захожу одна она опасная и здесь очень часто ночуют бомжи и они могут быть в разном настроении в разном состоянии и как вы видите тут такой узкий проход и бежать особо некуда в данном случае оказалась очень сговорчивая женщина слава богу она ушла без проблем но к сожалению она оставила за собой все вещи которые она понатаскивала и пришлось нам это собственными руками убирать к сожалению с этим мы не смогли сделать ничего но хоть так вот как вы видите она уезжает так ребятки вымыла вот эту всю часть там за дверью тоже вход все вот это чистое красиво это моё ведерко сейчас домовать буду возле лифтов это первый этаж ground floor это у нас подпискивает почему-то лифт неисправный хотя он ездит но пищит ребят я пришла в лондрии мне нужно помыть сверху протереть все эти машинки заглядывать вовнутрь чтобы все было чисто например вот здесь чтобы не было грязи я вчера тут хорошо вымола поэтому сегодня просто чуть-чуть смахнуть пыль дальше я буду подметать подметать пол а естественно я сначала еще протираю вот эту поверхность вот эти все поверхности дезинфицирующим средством короче как видите работы немало а сейчас где-то около 10 наверное я еще маленького роста мне приходится подпрыгивать чтобы в конце достать да дальше идем проверяем туалет берем трубочку и туалетик так мы в туалете открываем смотрим чё как протираем и уходим в принципе не менее чисто сейчас протру дезинфектором и вперед ребят основная работа сделана у меня будет небольшой перерыв и увидимся совсем скоро 20 этаж мой тяжеленный пылесос и погнали друзья на девятом этаже случилась такая вот история я скажу об этом фиксировала так ребят сегодня вторник я честно говоря уже так заманалась жизнь без прикрас это комната для мусора тут ресайклинг и общий мусор потом покажу и по вторникам мы меняем контейнеры вывозим их вон туда сейчас покажу вывожу их вот сюда вот и налево вот туда вот за угол и их опустошают и я забираю вот такие вот контейнера ребят их у меня раз два три четыре пять и там еще 267 там 388 контейнеров и я честно говоря уже так замахалась я эти сейчас пустые везу уже обратно туда я их везла конечно полными вот вам пожалуйста канадская жизнь работа билдинг-менеджер ёптиль-дрюптиль вот этот большой мусор до сваливаются все отходы вот так ну что идемте вместе заберем оставшиеся три контейнера вот они тут у меня стоят мои дорогие нички сейчас буду их тащить обратно ребят я дома на обеде если честно я такая упаханная сегодня что даже есть не хочется но я понимаю что кушать нужно понедельник вторник самые самые тяжелые два дня у меня всегда но ничего сейчас перекушу немножко отдохну может даже успею какой-то душ принять очень быстро за пару минут и пойдем дальше работать еще надо это же мыть так народ я заставила себя покушать только яблочки два оладушка и чаек все больше ничего в меня не лезет и не уверена что я даже это все доем но тем не менее мне приятного аппетита ребят пока у меня есть пару минут я на перерыве хочу ответить на самые на часто задаваемый вопрос под комментариями как искать аренду как искать работу наверное это все таки тема для отдельного видео но я хотя бы два слова хочу сейчас сказать потому что я знаю что вы ждете каждое слово на эту тему смотрите у каждого из нас срабатывает своя ситуация то есть то что работает для меня может не работать для вас но если вы спрашиваете конкретно о моем опыте то для меня хорошо работает facebook и сарафанное радио значит через facebook посредством того что мы дали объявления что мы из украины и ищем жилье нас приняла на полтора месяца host family там мы у них прожили нашли через их знакомых работу их знакомые нас устроили там уже дальше пошло сарафанное радио потом на фейсбуке мы познакомились с девочкой которая устроила меня на работу опять же такие из facebook группы мы познакомились с ребятами которые сдавали дом и через полтора месяца после того как мы пожили у host family мы сняли свой дом там мы прожили два месяца и после того как меня приняли на эту работу в лондоне мы переехали в лондон значит что касается квартиры в лондоне так как моя позиция является building manager да то есть я и живу и работаю в этом здании мне дали эту квартиру мы ее не арендуем это такая позиция я не знаю во всех ли билдингах так во всех ли жилых комплексах такая ситуация но у меня лично она такая у вас может быть она совершенно другая то есть когда вы спрашиваете за мой опыт я вам могу рассказать исключительно за себя это опять же таки я же не могу я обычный простой человек я не могу дать вам гарантию что у вас сработает все точно так же и если вы будете искать позицию building менеджера допустим в другом городе в другой провинции напомню я живу в городе лондон провинции онтарио не факт что то работа которую вам показываю я моя работа она будет у вас точно такой же не факт что моя зарплата которую я получаю она будет у вас точно такой же у меня это так ну свою зарплату озвучивать я к сожалению не могу потому что я подписала документы о том что моя зарплата является коммерческой тайной поэтому извините вот но все что могу говорить я рассказываю и я всегда готова отвечать на ваши вопросы ну в той степени в которой я могу на них ответить ребят еще я готовлю видео по поводу выбора провинции я вижу что очень много вопросов на эту тему как выбрать провинцию как вы выбирали город я очень мало времени серьезно постоянно какие-то дела я сдавала на права об этом тоже я расскажу отдельно тем очень много времени очень мало я очень сильно устаю поэтому простите меня потерпите чуть-чуть я все вам расскажу на этом я наверно буду заканчивать свое видео оно получилось таким каким оно получилось задавайте вопросы я естественно что-то могла упустить у меня сначала обход на работе внешняя территория потом я не показывала мы спускаемся в паркинг я проверяю паркинг чтобы он был чистый чтобы все ведра с мусором были в нормальном состоянии что надо заменить меняю потом начинаю мыть первый этаж потом лондри потом дальше пылесосу этажи мою там где плитка перед входом на этаже это же у меня как видели 20 минус 2 этажа то есть 18 пылесос тяжелый работа тяжелая девочки лично мой опыт это тяжелая работа у вас может быть шаровая работа у меня вот так если есть вопросы задавайте очень рада вашим вопросам вашим комментариям вашим подпискам большое спасибо увидимся совсем скоро подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайки мне это будет очень приятно все до новых встреч пока